Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в программе «Хлеб на каждый день». Сегодня у нас с вами четвертый стих 55-го псалма. Он один из самых коротких стихов в этом псалме, но достаточно актуален, потому что многие люди живут в этом состоянии и не знают, как из него выбраться, и не знают, как забыться, потому что те, которые угнетены чем-либо по состоянию эмоций, то они не могут сбросить сами этот гнет и это давление. Но тогда, когда мы начинаем понимать, как Давид из этого выходил, сейчас мы как раз и посмотрим. Когда я в страхе, на тебя я уповаю. Сегодня так много людей не знают, на кого уповать. Кто-то уповает на свои доходы, кто-то уповает на свою молодость, кто-то уповает на своих близких и родных, кто-то уповает на свои контакты, кто-то уповает на свою специальность, кто-то уповает на бункер. На кого и на что угодно можно уповать, но это не спасает, потому что каждый человек уязвим, независимо от того, даже на какой позиции он находится. Сегодня он там есть, завтра его там нет. Если посмотреть на правителей, которые были в разные сезоны и в нашей стране, то мы понимаем, что люди, которые, казалось бы, вошли во власть и могли управлять ситуацией, наоборот, теряли. Многое теряли. И государство, которое у нас перестало быть таким, как оно было раньше, и даже тот правитель, который выиграл Вторую мировую войну, каким образом он жил последние свои годы, в каком угнетении, в каком страхе, в каком состоянии мании преследования. То есть о чем это говорит? Да то, что человек уязвим, и все, что он делает на этой земле, это собрабождает потом его как свита. И он никуда не сможет деться от этого. Потому что есть написаны простые слова, что человек идет в свою вечность, которую он для себя избрал, и вслед за ним идут его дела. Но это не то, что тогда, когда человек отправляется уже в вечность, эти дела вдруг прибежали и пошли за ним. Это уже по жизни сопровождает. Потому что идет, как определенный груз набирает человек, или багаж, или достоинство. И то, и другое, и третье. Мы набираем здесь, пока живем на земле. И это начинает ощущаться в духовном мире либо вес, либо мишень, либо уже пленник. Поэтому нам сегодня очень важно проверить, а что я чувствую по отношению собственных результатов жизни, когда я подошел к какому-то рубежу. И это не обязательно ждать рубежа зрелости. Это можно проверять на любом рубеже юности. Когда мы переходим потом в следующий этап, с чем я перехожу? У меня есть уже багаж, который надо было собрать вот за это время. И как я к нему относился? Какой я уже собрал для себя плод, с которым я отправляюсь в следующий этап жизни? Поэтому для нас это каждый раз возможность проверки, возможность взвешивания, возможность понимания, на каком этапе я нахожусь. Поэтому то, что мы здесь прочитали, когда я в страхе. То есть Давид тоже бывал в страхе, и здесь этот псалом конкретно именно потому, что оказался на вражеской территории. И там помощи ни от кого не мог получить, кроме как от Бога. И поэтому он честен в том, чтобы обозначить, что он имеет страх. Второе. Когда я в этом нахожусь, страх или состояние, я на тебя уповаю. То есть он делает выбор, и он заявляет, Господь, только ты мое упование. Поэтому я желаю, друзья, чтобы мы сегодня не на страх смотрели, не на количество поводов к страху, которые можно посчитать или уже даже не сосчитать, но говорили о том, на кого же я уповаю, кто является кормчем на моем корабле, кто стоит у штурвала, кто вообще позвал меня в это путешествие, кто дал мне дыхание жизни, кто выкупил меня из всяких адских планов. И поэтому наше упование пусть будет возложено только на него. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы сейчас здесь, на этом месте, чтобы сказать Тебе, Ты знаешь, как Ты до этого места нас вел, сохранял, оберегал, и какие пути у Тебя есть для нас в грядущих днях. Мы хотим пройти с Тобой, потому что упование свое мы возлагаем именно на начальника и совершителя нашей жизни, на того, который является первосвященником нашего исповедания. Будь с нами во все дни жизни. Направляй нас туда, где Ты уже ожидаешь накрытым столом ввиду врагов. И благослови нас прийти к финишу с результатом собственной жизни, который порадует небо и порадует нас. И пусть сегодня происходит эта ревизия, какие дела идут вслед за нами. Есть ли что-то, что надо отделить покаянием, либо надо усилить благодарностью и упованием на Тебя в грядущих днях. Пусть эта ревизия будет пройдена верно и сделаны свои выводы. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова